21 марта состоялась 9-я сессия Одесского областного совета. Депутаты рассмотрели полсотни вопросов. Одними из самых активных на очередном заседании стали представители оппозиционного блока. Виктор Баранский и его соратники по партии предложили официально обратиться к кабинету министров Украины с требованием пересмотреть размер минимальной пенсии в Украине. Инициативу поддержало большинство депутатов, присутствующих на заседании. Сегодня пенсия составляет порядка 1300 гривен. Это при том, что сегодня, чтобы заплатить за коммунальные услуги за знакомую квартиру, нужно где-то порядка 1500 гривен. Я уже не говорю про лекарства, про одежду, про элементарное питание, чтобы просто жить и нормально существовать. На сегодняшний день наши пенсионеры просто-напросто лишены такой возможности. Кроме этого, депутаты обратились к правительству с просьбой выделить дополнительное финансирование на ремонт моста в Паланке, от которого зависят 9 районов области. Также оппозиционеры потребовали разобраться с вопросом субсидий. Задолженность перед гражданами в области уже превысила 300 миллионов. В ходе заседания на неудобные вопросы пришлось отвечать и областному прокурору. В частности, о том, почему затягивается расследование событий 2 мая. До ответственности уже протягнуто. Якщо протягнута всего одна особа, то уже у нас есть четверо. И кроме того, проводятся те суттевые экспертизы, которые не призначались раньше, и с поддержкой специалистов Европейского союза, которые нам дадут ответы на те вопросы, по которым можно будет установить истины. Такой ответ прокурора не удовлетворил депутата областного совета Виктора Баранского. Он убежден, дело затягивают специально. Я считаю, что прокуратура занимается профанацией касательно расследования 2 мая. Есть множество видеофиксаций, есть множество задокументированных событий. Также на сессии рассмотрели вопрос об изменении территории природно-заповедного фонда. В рамках одного из пунктов могли почти в два раза сократить границы дендропарка «Студенческий», что в Киевском районе Одессы. Виктору Баранскому и его однопартийцам удалось убедить коллег, что это делать не стоит, ведь зеленую зону могут просто застроить. В результате решение отклонили. Я считаю, что нет необходимости в том, чтобы сейчас вот такие вот спорные вопросы двигать. Не надо. Дайте людям отдыхать, жить спокойно, комфортно в своем любимом городе. Теперь депутаты ждут официального ответа от правительства по поводу пенсий. А вопрос сохранности территории дендропарка на Левитана взят под личный контроль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова